МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А во втором часе будет более подробно говорить. У нас придет и руководитель регионального отделения Евгений Михайлович Другов, и участники съезда. Я думаю, мы нормально обсудим все, что там происходило. Ну, одно из центральных событий и мероприятий — это избрание нового председателя, насколько я понимаю, союз журналистов России. Да, такой слоган этого съезда. Избрали Владимира Соловьева, но не того. Владимира Соловьева, но не того. Но не тот, да. Не с телеканала. Не с телеканала. Он тоже связан с телевидением, но это не тот человек, о котором все думают. Я там почитал, Соловьев сказал, что будет активно отстаивать включение, распространение 277-й статьи Уголовного кодекса на журналистов. Да, как приорвнять журналистов к общественным деятелям. Потому что, да, число убийств, оно уже шкалит за все разумные нормы. Ну, подробно поговорим после 12.05. Сейчас тоже у нас только-только с колес, можно сказать, да, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования Михаил Шевелев. Добрый день. Который в минувшие выходные побывал на Общероссийском гражданском форуме. Тоже такое заметное очень в масштабах России мероприятие. Как известно, у нас здесь гражданский форум проходил. Так он и на нашем побывал. И там немножко удалось поучаствовать. В Москву съездить, в гостинице «Космос», да, проходил. Да. Он, кстати, еще на съезде журналистов побывал. Посмотрел на журналистов, скажем так, современных. Те, кто в курсе, что Общероссийский гражданский форум, организатор Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина уже в пятый раз прошло это мероприятие. Да, и представители нашего города ежегодно стараются участвовать в этом во всем. Это считается такой ведущей площадкой в стране по обсуждению каких-то гражданских инициатив. Гражданских идей. Ну, на самом деле, я, наверное, немножко скорректирую, потому что, по моим ощущениям, за пять лет, ну, я был только на двух последних, то есть могу сравнивать только с форумом 2016 года, то, наверное, это все-таки уже такое более структурированное предприятие, такое площадка федерального уровня, где действительно начинают формироваться и задаваться определенный тон дискуссий. То есть то, что я видел по этому форуму. Ну, честно говоря, вот первый плюс, могу назвать, это, конечно, организация. То есть организация была выше всяких похвал. Единственное, что, может быть, место было не такое, где чувствовали себя все вместе, потому что там, ну, оно само по себе, там гостиница «Космос» достаточно большая, и были люди, которые не причастны были к форуму. Но, тем не менее, вот этот вот подход организаторский, когда было очень много источников для общения, было там программки в Телеграме, определенный гаджет, и очень много там информационных стендов было. Вот, это как бы привело к тому, что было несколько похоже на съезд. Ну, только, знаете, как бы там в СМИ говорят о том, что такой новый либеральный съезд там под будущую партию, скажем так, да. Вот, ну, я бы так не сказал, хотя, на самом деле, как такового диалога на тех площадках, где и я был, он не состоялся. То есть там было больше все-таки такой вариант пленарно-презентационный. Хотя количество мыслей, которые там были высказаны, они были достаточно роднообразные, панель была достаточно широкая, и могу сказать, что присутствие людей, которые, ну, могут сказать, скажем, в лесу власти все, что они думают, это, ну, дало определенный тоже такой интерес к этому мероприятию. Основная тема «Россия будущего», да? Да, основная тема была такая футурологическая. А «Россия будущего» — это какая перспектива? Два года, 10 лет, 50 лет, 100 лет, полвека. Что они там понимали под словом «будущее»? Знаете, было очень интересно. То есть я не скажу, что они понимали, да, то, что я услышал. То есть Аузан сказал, например, о том, что план по планированию декан НГУ. Один из деканов, наверное. Декан экономического факультета НГУ. Один из видных современных экономистов, наверное, философов. То есть он сказал про то, что горизонт планирования чиновников в своей деятельности сократился. Он и так был всего где-то полтора года. На сегодняшний день он составляет примерно полгода. И он даже не то чтобы связан с выборами, да, которые у нас периодически бывают. Это, скорее всего, вот как раз вот такая изменение, которое в обществе происходит. Изменение, которое происходит в сфере открытости деятельности власти. Тех инструментов, которые появляются там у журналистского сообщества, у НКО. Приводит к тому, что чиновники, опять же, свои традиционные модели, они не позволяют чиновникам далеко строить свои планы. Грубо говоря. Отсюда вот эта вся неэффективность стратегии, про которую очень много, кстати, тоже говорилось. И, конечно, назывались там цифры 20-30 лет, которые, в принципе, звучали как космос. И не были реально воспринимаемы. Мне понравились высказывания относительно того, что, например, Танислав Кучер сказал, да, о том, что нужно говорить не про время, не про стратегию и не про видение. Нужно говорить как. Ну, то есть все же говорят одно и то же примерно о том, что должно быть. То есть все хотят видеть Россию там сильной, прогрессивной, с хорошей экономикой, с комфортным местом для проживания. С современными технологиями и так далее. Абсолютно. То есть в лидерах технологических. Но никто не готов обсуждать и не обсуждает, самое главное, как этого достичь. Ну, говорим о том, что у нас должен быть некоррумпированный суд. Никто не говорит о том, как на месте этих судей, чиновников коррумпированных, появятся некоррумпированные чиновники. То есть что должно случиться и какие шаги должны быть предприняты для того, чтобы пройти эту дорожную карту к некоррумпированному суду. Вот это меня очень сильно зацепило, потому что там еще были как раз, наверное, тезисы, которые нам с вами близки. Например, про экспертное сообщество и про СМИ будущего. То есть говорилось о том, что завтрашние СМИ, они не будут, уже не становятся, по сути, такими поставщиками новостей. То есть они в большей степени будут круглыми площадками для того, чтобы по какой-то тематике собирать экспертов разного уровня, разных мнений. Я, кстати, рад, что здесь это очень часто происходит. Ну, в этом суть нашей работы. Давать высказаться с каждой стороны. Это очень правильно. И, в принципе, эта мысль как раз звучала. Звучало то, что необходимо собираться и говорить не просто тем людям и экспертам в этих отраслях, а еще и тем людям, которые могут повлиять на принятие решений. То есть публичность определялась не как возможность сказать для всех, а публичность не определялась как степень влиятельности. И если собираются люди и обсуждают, и если здесь присутствуют люди, которые могут принимать решения, то в результате этого обсуждения должно появляться решение, которое может, собственно говоря, отвечать на вопрос, как сделать. Вот это... Ну, собственно говоря, ведь мы здесь уже давным-давно говорим о том, что экспертное собственное и власть должны сидеть за одним столом. Абсолютно. Но это не просто как послушал и разошли, да? То есть у нас очень часто такие круглые столы проходят. То есть все вышли, выплеснули все вот это в общее ведро, там, да, все, что знают, умеют. И все разошлись со своим. Ну и как всегда было. Мы тут послушали, а я решил. Да, 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 да. И при том, что, понимаете, конечно, мысль здравая. Все понимают. Потом каждый чиновник ушел и подумал, а мне как делать-то? У меня есть система. У меня есть там куча ограничений. У меня есть свои бюджетные кодексы, там, кодексы этики чиновники и так далее. Да ну нафиг. То есть пойду я и буду работать так, как работал. А если же происходят, ну там некоторые правозащитники и общественные деятели говорили о том, что, как ни странно, например, общественные советы не работают, потому что они работают по плану для галочки. А вот какие-то такие рабочие органы, которые нацелены, например, созданы под решение конкретной проблемы, они работают. Потому что если этот орган создан под решение конкретной проблемы, то он, как правило, обладая властными полномочиями, способен выдернуть всех, кто способен повлиять на решение этой проблемы. И когда туда все приходят и говорят, с одной стороны, что вот у вас есть такие проблемы, с другой стороны, это можно решить так, с третьей стороны, соответственно, ты должен делать это, ты должен делать это, ты должен делать это, то тогда появляется определенное решение проблемы. И вот, наверное, вот про такие площадки вот это, ну, говорилось. Положительно эти примеры приводились? — Приводились примеры, например, как ни странно, в сфере здравоохранения приводились примеры, то есть когда есть советы при Министерстве здравоохранения, когда конкретно советы под решение определенных задач, выступающие отмечали, что там... — Но это на федеральном уровне местного? — Да. — Ну, видите, я, конечно, не могу привести примеры по Кировской области, к сожалению, но, тем не менее, у нас ведь есть тоже проектный режим, например, МФСФ внедрили ведь как-то, да? — Да. То есть это потребовало объединения разных... — Причем мы сейчас одними из лучших считаемся в стране по деятельности многофункциональных центров. — Я могу привести пример моего любимого инициативного бюджетирования. Это тоже пример, когда разные совершенно ветви власти и, скажем так, уровни власти, они вынуждены договариваться в достижении определенной цели. — Это и есть проектный режим. То есть про него, в принципе, достаточно интересно говорилось. Ну, я не скажу, что много, потому что на самом деле, ну, во-первых, выстроено было так, что можно было в одно время побывать только на одной площадке. — А во-вторых, ну, вот я побывал там, где мне было интересно. Хотя есть трансляции и записи наиболее интересные, они, конечно, приведены. — Могу сказать еще про диалог Путина и Кудрина, и Собянина. — Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, у нас традиционная, да, небольшая. — К Собянину перейдем. — Продолжается «Мужской понедельник». Николай Голиков, Владимир Сметанин и наш гостник Хаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Михаил принял участие в общероссийском гражданском форуме, который состоялся 25 ноября в Москве. Давайте по известным людям пройдемся. — Да, мы сейчас упомянули, да, вот Собянин, мэр Москвы. — Собянин, Абызов, Скворцова была. — Вороника Скворцова, руководитель Минздрава. — Было достаточно много представителей, так скажем, такого специалитета министерств, да, на уровне замов. То есть представители Министерства финансов были, представители Министерства экономического развития. То есть, ну, такой достаточно серьезный уровень со стороны власти был. И были люди, которые, ну, я их не совсем назову, что ли, в сфере НКО, да, это в сфере, скорее всего, таки ГОНКО, то есть государственных организаций некоммерческого сектора, скажем так. Вот, и, в принципе, ну, было, что послушать, потому что я еще раз скажу, что это было самое масштабное мероприятие. По сравнению даже с прошлым годом могу сказать, что на открытии не было свободных мест. Ну, то есть люди стояли. То есть я, когда немножко опоздал, то есть, ну, тоже вынужден был ждать, чтобы кто-то освободил, и чтобы можно было сесть. Миша, погоди, все-таки вот мы там про Собянина-то говорили, что там в диалог-то произошел такой? Там была дискуссия, то есть она есть, на самом деле, на канале Ютуб, и я рекомендую посмотреть. Ну, то есть пусть у каждого свое мнение сложится, потому что из контекста, конечно, многие СМИ выхватили там некоторые высказывания, такие, как, например, там Собянин сказал о том, что у нас на селе проживают 15 миллионов лишних россиян. — Каких лишних? — Лишних, да. — Что имел в виду? — Он имел в виду то, что это россияне, которые не задействованы в сфере, ну, грубо говоря, создания добавленной стоимости. То есть это чиновники, это служащие определенных социальных институтов, это, скажем, те, кто пенсионеры. То есть это люди, которые не участвуют в производстве продукции, которая производится на селе. — На селе. — Да, на селе. — И там был такой, ну, кубики очень большие, да, и говорилось о том, что мы не можем себе позволить, условно говоря, в нашей экономике размазывать людей вот ровным слоем по всей территории. То есть мы должны формировать определенные драйверы роста, ну, драйвером, как бы, там, я так понимаю, что пришли к мнению, что есть только у нас Москва там, да, но говорили про агломерации. То есть, как ни странно, это то, о чем мы говорили. — Мы как раз еще перед эфиром вспомнили о том, что очень многие вещи, которые прозвучали на форуме, звучали у нас на экспертном совете в журнале «Товар-деньги-твар», в том числе по агломерации. — Да, по агломерациям. И как раз впервые, мне кажется, так публично, не в телеграм-каналах где-то, да, было сказано о том, что агломерации могли бы быть той, ну, как бы сказать, той причиной децентрализации власти, которая, в принципе, ожидается. То есть на уровень агломерации можно было бы передать некие те функции, которые ведут к повышению уровня жизни на конкретных территориях в сфере благоустройства, в сфере медицины, образования, здравоохранения. — Ну, соцобслуживание, в том числе. — Да, да, да. То есть Кудрин как раз говорил про то, что необходимо эту децентрализацию осуществить. И он приводил интересные примеры, то, что это можно не обязательно делать бюрократическим путем, не обязательно это делать через госпрограммы. Это можно делать путем стимулирования, путем создания возможностей. — Ну, например, если там два-три города решили объединиться, да, то есть свои усилия берут на себя определенные обязанности по развитию транспортной инфраструктуры, по, скажем так, взаимного опыления, что ли, да, прозвучал термин, вот, то тогда федерального уровня могли бы быть определенные программы, которые поддерживали бы эти вот агломерации. — И, на самом деле, были названы, ну, не так много мест, да, то есть Кудрин говорил про агломерацию, потенциальную агломерацию, это Пермь, Екатеринбург, Черябинск, это Томск. — То есть в таких масштабах. — Да, масштабы Томск, Новосибирск, Барнаул, то есть это сибирская такая агломерация. Вот, говорилось про Казань, но говорилось то, что Казань в данном случае, она нацелена немножко не на то, чтобы, ну, становиться таким, центром с разными, скажем так, соседними регионами, да, они нацелены на то, чтобы там Челны, Елгань, вот, ну, как бы такой внутренний такой агломерации. — Если говорилось о том, что если будут думать таким масштабным руководителем Татарстана, то они не способны там мировую тему агломерации в Троице. — Ну, и, конечно, было интересно наблюдать за Собяниным, который, ну, сказал о том, что Москва не конкурент там российским регионам, то есть Москва думает о том, как втроится в конкуренцию агломерации во всем мире, международном аштабе, да, с Парижем, с Лондоном. Интересна для меня была мысль о том, что Москва — это форт-пост, который не позволяет людям уезжать за рубеж. — За границу. — За границу, да, то есть пусть лучше они в Москву приедут, нежели они поедут там жить в Лондон. Вот, это были такие, ну, для меня немножко, может, дикие высказывания на самом деле, потому что я для тебя сформировал такую картинку, что сборная России строится, ну, сборная городов, скажем так, России строится на том, что вот есть у нас главный забивающий, главный лидер там, да, и будем все работать на него. Он у нас будет подносчиком снарядов, ну, и, грубо говоря, за счет этого мы будем не хуже остальных. Действительно, такая стратегия есть и в футбольной жизни там, и в других командах, вот. А, ну, на мой взгляд, конечно, всегда дисциплина бьет класс, и тогда, когда у тебя есть 11 там игроков равнозначных, там, равнозаменяемых, когда есть конкуренция, она никому не вредила, и, ну, по моему-то мнению, конечно, там, кто о чем, а я о вятке, то есть большая вятка, как агломерация, ну, хотя бы наших трех местных городов, когда мы начнем думать о том, что города, расположенные на вятке, там, Слободской, Чапецкий, Киров начнут каким-то образом, как ты уже сказал, опылять друг друга, что ли, да, развиваться. Ну, хороший термин взаимное опыление, это хорошо придумывают. Ну, на самом деле, было, мне кажется, просто интересно в эту сторону думать. То есть это... Еще был один очень интересный такой... Подождите, может, я про Москву-то мне как-то тоже зацепил, может, в противорез Москве действительно что-то создавать там? Собянин как раз вот этого принципа не признает, то есть мы не конкурируем, но Кудрин сказал о том, что вы можете хоть как не конкурировать, но все-то с вами конкурируют, потому что все стараются, чтобы к вам не уезжали. Да, та же Казань, зачем бы им кого-то в Москву отправлять? Да, да. Но, как показывает практика, концентрация ресурсов в Москве, которая существует, концентрация людей, вообще, в целом, термин экономический, скажем так, да, увеличение концентрации людей и ресурсов, оно приводит к повышению производительности труда. И в Москве, на самом деле, она выше там в разы, чем во многих других регионах наших. Уровень достатка и благосостояния там уже, ну, мы не говорим, то есть различия между разными регионами, там, в семь раз различаются, ну, не производительность, а благосостояние жителей Москвы, там, от других регионов, и это все равно как две разные страны. То есть, вот про эту децентрализацию, про эту экономику, про этот подход в виде агломерации, как раз и была эта дискуссия. И, на мой взгляд, там была еще одна ценная вещь. Это был достаточно откровенный и открытый диалог людей, у которых есть что сказать, которым есть что сказать. И это, ну, ведь для нас это не так часто встречается, правда? То есть, вот, когда на федеральном уровне появляются люди, которые способны оперировать цифрами, которые говорят про некоторые свои планы, устремления, про драйверы. То есть, я думаю, что для москвичей было приятно слушать Сабини, то есть, ну, во многих смыслах, потому что он их как бы защищал и говорил о том, что мы будем еще эффективнее жить, и мы будем, конкурируя там с Нью-Йорком и с Токио, ну, будем немножко на другом уровне. Это понятно тем людям, которые там проживают и стремятся к благосостоянию, это в любом случае приятно слышать. Мне не очень приятно. Сабинин как-то пытались парировать-то? Да, конечно. Разубедить, какие аргументы использовали? Ну, в принципе, использовалось как раз подход, что Кудрин сразу же занял позицию о том, что я буду защищать регионы. То, что Россия, это в данном случае регионы. В том, что развитие регионов, это есть способ для России, ну, скажем так, не отстать. К сожалению, в основном использовались термины «сохранить» и «догнать». То есть какие-либо термины, связанные с тем, что мы круче всех, мы здесь это все сделаем, их не было. И на самом деле вот это вот догоняние, это, скажем так, желание взять то, что есть и это развивать, оно не совсем, на мой взгляд, правильно, но оно очень часто звучало на форуме. То есть каких-либо таких прорывных идей, их на самом деле я вот просто не услышал. Хотя, ну, хотя есть еще один момент, который меня зацепил. Я думаю, что у нас передача не такая длинная вся, я не расскажу, но вот тем не менее. Меня зацепило вот на сессии «Открытое правительство» разговор про желание контролировать через открытость. Ну, то есть сегодня у нас есть необходимость, там есть общественные советы, есть публикация личных бюджетов чиновников, то есть некий открытый бюджет для граждан, то есть некий набор тех документов, которые существуют у чиновников, позволяет журналистам, блогерам, общественным лидерам что-то требовать. Говорить о том, что давайте сделаем так, народный контроль, да, то есть контроль за качеством дорог и так далее. То есть давайте делать так, мы видим, что у вас не получается, давайте вот мы требуем, чтобы вот это было по-другому. И этот тренд заставляет чиновникам, ну, грубо говоря, искать какие-то выходы и действия для того, чтобы соблюсти паритет между тем, что нужно сделать, и тем, чтобы быть открытым. Но не нужно забывать о том, что и в сторону от власти к личному, скажем, гражданину тоже повышается открытость. То есть количество наших персональных данных, которые существуют в различных, скажем так, на сайте госуслуг, да. На множестве, по-моему, совершенно. Нет, я сайт госуслуг привожу в пример как основной ресурс, где про тебя здесь все известно очень детально, и ты один раз зарегистрировался там, ну, очень прозрачно. Все, что ты запросил, все, что ты ходишь, куда-то там делаешь, ездишь и так далее. И приводила в пример Екатерина, например, Шульман о том, что есть такой социальный паспорт в Китае, когда люди для того, чтобы получить кредит, вынуждены определенным образом регистрироваться, и они вот таким маленьким социальным капиталом начинают расти. То есть они предоставляют сведения о себе, декларируют свои доходы, какие-то действия совершают. Учат своих детей, какие-то поездки, туризм и так далее, да, осуществляя. Они тем самым отдают открытые данные о себе взамен на то, чтобы меня поддерживало государство. То есть... У них что, улучшается кредитная история таким образом? Да, социальная история. И как бы мы-то говорим, ну, там, в итоге пришли к тому, что, ну, большой брат смотрит за нас, и вот эта двусторонняя открытость, она приводит к, ну, не то что к повышению ставок, но она приводит к изменению игры. И говорилось о том, что сама по себе открытых данных, это не... Это всего лишь инструмент. Над этим инструментом всегда все равно стоят политические свободы, права, демократия. И то, каким образом мы пользуемся именно этими инструментами, ну, как бы, этими смыслами, идеалами, приводит к тому, как мы будем пользоваться этими инструментами. Потому что, ну, тут, с одной стороны, защита от терроризма, там, да, с другой стороны, таргетированная реклама. То есть, когда все нас знают, и нам вчухивают, ну, то, что, как бы, то, что нам не всегда надо. Нет, как раз вчухивают то, что нам, по идее, надо бы. Просто в данный момент, может, нам это не надо. В чем и смысл таргетирования рекламы? Потому что они тебя все-таки находят, и они понимают, что тебе нужно... Ну, согласен, согласен. Но, тем не менее, как бы, это тоже некое все равно ущемление свободы, потому что свобода выбора, в данном случае, ограничивается теми страничками, которые мне Яндекс выдают. Михаил Шевелев, участник форума, общероссийского гражданского форума, который прошел в Москве 25 ноября, делится своими впечатлениями, Михаил. Это подводит итоги сейчас, да, что зацепило, что... Я сейчас на сайте как раз форума нахожусь и просматриваю лица людей, которые там участвовали. На самом деле, очень много известных, да. Губернатор Пермского края, Решетников, господин, тоже побывал. Ну, и много-много, конечно. В общем, это все говорит о том, что мероприятие, состоявшееся, очень значимо. Сейчас мы рекламную палату небольшую сделаем и продолжим. Да, и Валерий Фадеев, кстати, секретарь общественной палаты Российской Федерации, тоже был на этом общественном форуме, а в прошлый вторник он был у нас в студии здесь. Да, он был и в студии, и был у нас на нашем гражданском форуме, вот еще и был там, ну, Михаил тоже, вот я говорю, он же был еще и в Красноярске на форуме, и был в Кирове на форуме, и был в Москве, и везде как раз вот твоя любимая тема была про инициативное бюджетирование. Инициативное бюджетирование, ну, более понятно, можно выразиться, проект поддержки местных инициатив, одна из форумов, один из видов к проекту поддержки, Михаил непосредственно отношения имеется. На этом-то фронте что у нас? Сколько у нас? Нормально, можешь начинать. Чуть больше 10. Нет, я попытаюсь немножко другого угла посмотреть, потому что на самом деле про инициативное бюджетирование можно говорить часами, очень долго, то есть, меняя просто грань. В последнее время я очень часто сравниваю инициативное бюджетирование с таким полным стаканом граненым, когда можно через каждую грань смотреть на это внутреннее наполнение, и на самом деле это будет интересно. А что в стакане-то? Зачем на это смотреть? Граненом. Ну, тот напиток, который каждому по душе, пусть каждый свой напиток выберет. Ну, полный бокал-то всегда хорошо, особенно с жизнью. Так, значит, что я бы хотел сказать, что мне понравилось, но что я, к сожалению, не видел сначала. Из тех записок, из тех заметок, которые шли, еще раз скажу, что была онлайн-трансляция, я должен сказать, что инициативное бюджетирование звучало на разных площадках и звучало как достаточно такой технологичный и интересный пример. Причем мне понравилось следующее. Был, я не помню, как зовут, партнер компании PricewaterhouseCoopers. Это, ну, лидер, скажем так, финансового консалтинга вообще в мире. Вот. И он обозначил инициативное бюджетирование как способ такой общественной корректировки тех недостатков налоговой системы, которые присутствуют в Российской Федерации. Недостатков именно бюджетной системы, то есть недостаток финансирования на муниципальном уровне, то есть тут в данном случае он в том числе решается и с помощью такого института, как инициативное бюджетирование. Это раз, это было про единственное сказано. Второе, опять же, господин Аузан, про которого я говорил, декан экономического факультета МГУ, он тоже в своей, скажем, речи обозначил, что с точки зрения футурологического развития экономики Российской Федерации, финансов, бюджетной системы. Инициативное бюджетирование входит в сферу проектов, которые анализируются и которые находятся под прицельным вниманием. Это уже говорит о том, что так или иначе принцип некого софинансирования, соучастия, вовлечения людей в процессы, вовлечения общественности в то, что необходимо делать, да и элементарная борьба за человеческий капитал, она эти термины уже делает не просто такими теоретическими, это очень практическая деятельность. Владимир Владимирович Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования, подчеркнул о том, что на сегодняшний день ежегодно в Российской Федерации примерно 7 миллиардов рублей, проектов на 7 миллиардов рублей, реализуются с учетом мнения граждан. Причем не просто мнения граждан, где мне отремонтировать дорогу, а с учетом вовлечения граждан в то, чтобы... То есть то, что мы, собственно, называем инициативой бюджетирования. На мой взгляд, 7 миллиардов для страны это очень мало. Если 5 лет назад не было вообще ничего. Давайте не так. Вообще как бы абстракциями очень сложная. Много дворовых территорий и скверов и парков в этом году отремонтировали по программе «Комфортная городская среда». 65 заявлялось? Нет. Сколько отремонтировано? Много? Заметно много. Кочаровский парк, скажем так. Если сравнивать с тем, что раньше делалось, ну, конечно, это значительный прорыв. Всего, насколько я помню, в этом году потрачено порядка 5 миллиардов. Это имеется в виду по России? По России, да. Да, то есть вся программа 20 составляет, да? То есть вот 4 года, там, 5 миллиардов. Небольшие деньги, но это очень значимые и заметные деньги вот на самой нижней территории. 7 миллиардов, конечно, это тоже не очень значимая, может быть, такая цифра, да, то есть в масштабах там Российской Федерации где-то... Ну, если сравнивать с военным бюджетом, то, конечно, ни о чем. Да. Но, с другой стороны, это достаточно серьезные суммы. Я помню цифру на форуме «БРИКС», который в Уфе проходил, да, там было порядка 350 миллиардов рублей. У нас по тем или иным федеральным программам расходуются на проект в сфере здравоохранения, образования, благоустройства, муниципального развития, там, развития сельских территорий. 350 миллиардов. Представьте. То есть они не то, что незаметны, но они расходуются, скажем так, под тем веянием, чаянием, программам, которые согласуются и делают с чиновниками. Ну, знаете, вот как бы в этом году мы будем там школу устроить, там, да, ну, очень хорошо. Как бы со мной не связано. А когда людей вовлекают в этот процесс, становится, ну, это достаточно значимым. Если бы, вот, ну, как там исследование НИФИ, научный исследователь и финансовый институт при Минфине Российской Федерации говорил о том, что если бы 10% этих денег расходовались по принципу инициативного бюджетирования... Ну, имеется в виду вот эти 350 миллиардов, которые, да? Да, эти 350 миллиардов. Это было бы совсем другое инициативное бюджетирование. Ну, как в качестве такого личного, не то, что там заслуги, да, мы с вами здесь обсуждали такие те новшества, которые могли бы быть, да, то есть мы вот проговорили с коллегами о возможности несения изменения в налоговую систему России, например, принципа получения вычета по НДФЛ. Ну, то есть если я жертвую деньги на развитие муниципалитета, то я могу получить вычет по НДФЛ. Очень сырая инициатива, на самом деле, да, то есть, но, по крайней мере, Владимир Владимирович Вагин, ну, очень хорошо это воспринял, и я думаю, что вот, ну, те действия, которые ресурсы есть у Минфина, у НИФИ, в частности, да, они могут быть использованы, они могут быть услышаны, это все-таки федеральный уровень. И этот подход, он был бы, может быть, такой более еще правильный, потому что он экономически справедлив. Вот это справедливо, и это способствовало увеличению, по-моему, гораздо большего числа людей. Потому что вот как раз запрос на то, что налоги должны быть более справедливы. Если мы здесь собираем денег на транспортную, ну, транспортную налогу, там, условно говоря, там, 2 миллиарда рублей, я не знаю, честно говоря. Мы собираем миллиард с небольшим. Мы собираем миллиард с небольшим. В регионе. И когда мы обратно получаем этот миллиард и говорим о том, что, блин, у нас там нас обладействовали, то есть это, наверное, неправильно. Но если мы четко понимаем, что вот этот миллиард уходит вот туда, и мы как-то участвуем в том, что мы, куда мы его потратим, это было бы повышение определенного, с одной стороны, уровня доверия к власти, с другой стороны, понимания, по крайней мере, тех процессов, в которых мы живем, в которых... Ну, это было бы понятно, конечно, что они просто отбирают деньги, а то, что эти деньги, которые ты оплатишь, найдут вот туда-то, туда конкретно, вот по таким-то вещам. Вот термин инициативное бюджетирование, на мой взгляд, способствует как раз тому, чтобы посмотреть, собственно говоря, что нужно. Посмотреть, увидеть это. И вот то, что мы говорим про агломерации, ну, на мой взгляд, это не в чистом виде инициативное бюджетирование, но это, тем не менее, как бы обращение взора к тому, как сделать территорию приятной для проживания, ну, благоприятной для проживания. Комфортной. Комфортной. Ведь при этом, неважно, там, не всегда играют роль там тротуары. Часто, например, играют роль элементарно-прозрачность. Вот когда мне приходят платежки от управляющей компании, которые меня возмущают, они, может быть, и правильные, но они меня возмущают, потому что вчера я платил за тепло, условно говоря, там, среднемесячным платежом, там, в течение года, да, здесь опять кто-то придумал и, там, решил, там, перенести систему, там, обратно. И, то есть, когда это происходит постоянно, то есть, понятно, что это непонимание. Я, как экономист, понимаю, что честно и точно разнести цифру по каждому, ну, просто не получится. Кто-то, там, заплатил, кто-то переплатил, где-то есть потребление тепла, там, по общедомовому имуществу, где-то есть определенные усреднения. Но когда я вчера платил, там, 3000 рублей, там, а сегодня 5500, даже если это правильно, меня это возмущает. Просто потому, что это и есть непонимание. И вот эти вот определенные принципы открытости, прозрачности и разъяснения, ну, они, во-первых, требуют сумасшедшей энергии. Я, как человек, который, там, 8 лет в полях и постоянно вынужден рассказывать, там, не то, что об одном и том же, а очень по-разному с каждым человеком, там, по несколько раз, там, объяснять, зачем это нужно и в чем есть возможность, я понимаю, насколько тяжело бывает разъяснить, что вот это, мы хотим вот это сделать, мы хотим вот так вот это сделать, мы хотим вот туда пойти. Но именно это дает обратную связь. Дает не абстрактное, там, доверие к власти, а дает доверие человека к человеку. — Миша, еще вопрос такой, мы в последнее время довольно часто здесь говорили о проекте закона областного об инициативном бюджетировании, здесь опять проходил областной форум гражданский, в каком состоянии сейчас эта работа? — Мы его обсуждали, то есть мы действительно потратили примерно треть времени нашей площадки для того, чтобы обсудить, тем более, что присутствовали проектные центры основные, то есть это и представитель МИФИНа был, свидетель Евгений Николаевич, заместитель министра, и представитель Министерства развития, Татьяна Тимофеевна, Антончик, и мы дали возможность и общественной организации выступить, и сами выступили, потому что входим в состав рабочей группы, то есть Николай Валерьевич Плеснин, как представитель юридического сообщества от нашей офиса консультантов и инициативного бюджетирования, принимает очень деятельное участие. И, честно говоря, конечно, там есть достаточно сложные моменты, то есть, конечно, нам хотелось бы прозрачности и уверенности в завтрашнем дне. Мы не скрываем и говорим о том, что для нас самое главное уверенность в завтрашнем дне. Со стороны проектных центров приводится посулат о том, что, ну что вы переживаете, вот в бюджете на сегодняшний день принят бюджет, там есть строчка, деньги будут. Но мы понимаем, что этот программный бюджет, вот эти вот подходы к изменению, с учетом закона, они сложнее. Ну то есть просто-напросто заставить депутатов проголосовать как бы сложнее, нежели там перенести исполнение программы там с этого периода на другую, скажем так, да. И вот с другой стороны, я сам как экономист, как человек, более-менее представляющий бюджетный процесс, понимая, что не защитит нас закон от того, что будет, ну скажем так... И понимаем, что мы придумывая термины, вводя новые термины, может быть, бежим вперед паровоза с точки зрения федерального уровня. Но сама по себе эта работа, она заслуживает всяческого поощрения и всяческой поддержки общественной палаты. Потому что общественная палата в данном случае, ну вода камень точит, она идет принципов не буквы закона, а духа закона, то есть она идет принципов того, что необходимо делать, какую работу необходимо вести, чтобы общественная жизнь была более эффективной и более полной. Потому что если этого не вести, это не делать и продолжать просто разговаривать, ну мы уже с вами как бы все понимаем, что просто поговорить это... ну надеялись все этим. А здесь есть практический смысл, здесь есть практическое применение. И политическая воля руководства региона, если она вдруг будет принято и сказано, давайте мы его примем. Я не понимаю, в Перми приняли, худо ли, бедно ли он работает, понимаете, там есть уверенность, что на следующий год это будет. И в принципе там это уже не обсуждается. То есть они может реализуют немножко хуже, там, да, то есть им не хватает этого устойчивости. Но в нашем-то случае у нас... ну ладно, я тут как бы могу лишнего час наговорить. Да мы как раз на это надеемся. Почему бы и нет? Ну тут вопрос, наверное, в большей степени в том, что необходимо правительству региона, может быть, немножко взглянуть на свою деятельность со стороны, немножко выйти из тех рамок традиционных. Сегодня мы вот обсуждали, например, да, почему в Башкирской республике регионы поделены. Условно говоря, вот здесь мы развиваем мясное скотоводство, здесь там мясное, там, молочное развитие, да, здесь у нас там промышленный кластер. Вот. И мы, требуя развития от региона, в первую очередь района, да, заботимся о том, чтобы развивать сильные стороны. Помнишь, как Пеле сказал о сборной России, да? Я могу сказать, почему сборная России никогда не станет чемпионом мира. Потому что вы работаете над тем, чтобы улучшить свои слабые стороны. А мы работаем над тем, чтобы улучшить свои сильные. А у нас в районах это 12 показателей, условно говоря, и заботятся о каждом. Так не бывает. То есть нужно развивать что-то одно сильное и помогать в этом всячески. Ладно. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Ну, я думаю, что основное донес до нас Михаил Шевелев. Ну, донес, что, по крайней мере, там было интересно. На общероссийском гражданском форуме, да, стоялся в Москве. Руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Далеко не последний раз встречаемся, безусловно. Надеюсь. Удачи, успехов, до встречи. Спасибо вам. Первый час дневного разворота завершен. До встречи через 20 минут.